В этот день сердце начинает биться чаще, а слово «горько» приобретает весьма приятный оттенок. Осень – лучшее время для свадьбы. Природа радует яркими красками, а погода благоволит. Сколько стоит выйти замуж в 2023 году и как подготовиться к торжеству? Ксения Баканова попробовала разобраться в этой теме и готова рассказать подробности. Ах, это свадьба, свадьба пела и плясала. А заодно полностью опустошила только что созданный семейный бюджет. Типичная ситуация. Как этого избежать? На чем можно сэкономить, а на чем не стоит? И где взять деньги на свадьбу мечты? Мы узнали у экспертов. Эвелина и Сергей сыграли свадьбу этим летом. Вместе пара уже 4 года. Ребята рассказывают, как только решили пожениться, сразу начали готовиться к празднику. Если фотограф и видеограф у невесты уже были на примете, то остальное пришлось тщательно продумывать. Ведущий – это тот самый человек, на котором нельзя экономить, уверена пара. Также важно обеспечить на празднике свет и звук. В противном случае качество фотографии и видео сильно пострадает. Контроль за подготовкой ко дню Икс можно смело доверить свадебному организатору. Он и какие-то вопросы поможет уладить, и сердце успокоит. Ведь часто перед свадьбой молодожены сильно переживают. Не стоит забывать и про ресторан. Однако будьте готовы, на все это придется потратиться. Примерно 1,2 млн. Это так сугубо. Мы считать перестали после миллиона, и поэтому там еще чуть добавлялось, мы уже не записывали. Но свадьба как у нас, половину примерно, да? Ну, я бы даже сказала, в три четвертых окупилась она, но хотелось бы, конечно, чтобы она окупилась полностью. Но мы знали, на что шли, мы просчитывали все риски. Свадьба – это один из самых важных дней в твоей жизни. Особенно, когда ты уверен, что это на всю жизнь, и ты любишь человека, с которым ты идешь в этот путь. Также важно продумать образы молодоженов. Белое платье, белая фата. Так звучит строчка из известной песни. Однако это – капля в море. Точнее, в океане всей предпраздничной подготовки. Если для жениха главное – подобрать костюм и обувь, то с образом невесты дело обстоит иначе. Каждая хочет быть настоящей королевой балла. Тут нужно продумать каждую деталь. Стилист Олеся Мучкаева говорит – без макияжа точно не обойтись. Тут все как при строительстве дома. Есть свой четкий план. Отходить от него нельзя, ведь косметика должна продержаться целый день. Для начала нужно подготовить лицо. Сейчас я проскрабирую нашу кожу специальным пэдом. Это необходимо для того, чтобы тон лег ровнее и красивее. Специалист говорит – в последние три года тренд на естественность. Сильно ярких акцентов быть не должно. Если мы хотим сделать макияж наиболее стойким, то нам необходимо использовать специальные продукты. В макияже глаз я рекомендую использовать жидкие тени. Они максимально естественные и держатся очень долго. Тон необходимо наносить тоже специальный, который имеет стойкость 24 часа. Если на лице есть несовершенства, то поможет их скрыть консилер. Средство наносится точечно. Важно закрепить результат стараний специальным спреем. В течение дня лучше убирать жирный блеск с лица матирующими салфетками. Следующий этап – создание прически. У Марии нормальный тип волос. Он прекрасно подается завивке. Замечательно держит локон. И здесь без нюансов не обошлось. По словам эксперта, если платье закрытое, то лучше сделать легкие локоны. А если открытое, стоит показать плечи и смело собрать волосы наверх. И обязательно закрепить результат лаком сильной фиксации. Важно, чтобы в готовом образе сочеталось все. Поэтому специалисты рекомендуют перед свадьбой сделать пробный макияж. Это убережет от многих ошибок. Стилист познакомится с невестой, сможет узнать о ее пожеланиях. А значит, угодить. Бытует мнение, что официальный брак не про любовь, и он вовсе не нужен. Специалисты говорят, это большая ошибка. Желание официально закрепить отношения – это показатель зрелости человека. Того, что он готов нести ответственность не только за себя, но и за своего партнера. Если муж и жена смогут правильно построить брак, то он станет для них постоянным источником поддержки. Ксения Баканова, Николай Епифанов, Константин Головин, Николай Сидоров. События.